Сначала у души, потом сжение в груди. И всё, я... Дальше я уже не помню. Инфаркт. Как вовремя распознать первые симптомы? Это может начинаться просто с банальных симптомов. Чтобы сердце не болело. Какие операции спасают сегодня даже самых тяжёлых пациентов? Аорта, коронарное шунтирование. Электрики делают. Если где-то переломился провод, они прикручивают до, после, и такой обходной путь передачи электричества. Сердечные патологии. Какой регион Казахстана в зоне риска? Западный Казахстан – очень рисковая зона. Может быть, не для камеры, но мы даже называем такие сосуды атеробалык. Как бороться с холестериновыми бляшками и спасти себе жизнь? Ты то, что ты ешь. Вот и маленький кончик. Вот такой кровоток. Вот такой кровоток потом пойдёт в сердце. Ну, во-первых, это красиво. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как проводят операцию АКШ – аорта, коронарное шунтирование. Операцию, позволяющую восстановить кровоток в артериях сердца и тем самым предотвратить инфаркт и другие заболевания сердца. И сделаем мы это, как всегда, с лучшими хирургами Казахстана. Это диагноз. Мы здесь говорим честно о медицине. Это было вечером. Плотно поужинал. И начало меня вот это всё сначала мутить, потом тошнить. Колки опять. Головокружение, пот. Сначала у души, потом сжение в груди. И всё, я как бы... Дальше я уже не помню. Так происходит инфаркт. Сердечно-сосудистая патология является основной причиной смерти во всём мире. Ежегодно по этой причине погибают более 17 миллионов человек. Из них около 9 миллионов от ишемической болезни сердца. В основе патологии лежит недостаточное кровоснабжение, а следовательно – кислородное голодание сердечной мышцы. Причина – образование в коронарных сосудах атеросклеротических бляшек. Они сужают просвет артерии и нарушают кровоток. Тимур Мохамбетьяров почти за год до приступа на банальные симптомы в виде покалывания в груди и анемения ног внимания не обращал. Покалывание постоянно в области груди. Думал, всё простыл, может быть, лёгким разглаживанием руки. Вроде как бы всё проходило. И вот. Потом случился инфаркт. Принял аспирин, две таблетки сразу. Пока с колорой приехал, они мне как бы помогли. А оказывается, у меня уже инфаркт обширный. Пусковой механизмом может стать что угодно. В первую очередь стрессы, хроническая усталость, депрессия, чрезмерные физические и психологические нагрузки. Это может начинаться просто с банальных симптомов, какого-то дискомфорта в области сердца. Обычно за грудиной, говорят, в виде покалывания, пощипывания. Но у них есть своя характеристика. Характерно возникновение во время нагрузки. Такие приступы называют стенокардия. Когда мы увеличиваем нагрузку на сердце, например, в фитнес-клубе, в огороде, на работе, да где угодно, то побуждаем сердце сокращаться чаще. Тогда оно начинает испытывать дефицит в кровотоке. Дисбаланс между той порцией крови, которую требует сердце, и тем, что может быть на деле доставлено через артерии, и является тем самым дискомфортом, который мы обычно замечаем, да, но не считаем важным. Однако эти банальные, на наш взгляд, симптомы могут привести к внезапной сердечной смерти. Потому что критично перекрытый кровоток внезапно – это всегда тромбоз. Тромб никогда не ждет. Он перекрывает сосуд полностью, и сердце может сразу восстановиться. Ответ на аритмию. Или мы это называем внезапной сердечной смертью. Это самое такое крайнее проявление. Инфаркты ничем хорошим не заканчиваются. Человек либо становится инвалидом, либо погибает. Особенно если это происходит с молодыми людьми. Переносит инфаркт люди старшей возрастной группы легче, потому что у них успевают за это время сформироваться коллатерали, так называемые окольные пути сосудистые, которые пытаются компенсировать. Да, потому что это очень долго. Но у молодых, у которых эти окольные пути еще не успели сформироваться, инфаркт протекает гораздо тяжелее. Физическую нагрузку сам себе давал, постоянную. Но уже чувствовал, что что-то не то. Буквально накануне не успел. Хотел поехать прямо уже в кардиоцентр. Сегодня и доехал. Когда это мучает пациента, и он идет обследоваться, и находит так называемую коронарную или ишемическую болезнь сердца, то это приводит обычно к хирургу. Либо так называемым интервенционным кардиологам, которые могут поставить внутрь сосуда распорку, стенд называется, и тем самым расширить сосуд, дать доступ к кровотоку полноценному. Либо, когда это неприемлемо, тогда выполняется операция. Большая, открытая, полостная, аорто-коронарное шунтирование. Или АКШ. Операцию такую сделали Тимуру спустя 8 месяцев после перенесенного инфаркта. Сегодня в Казахстане их делают бесплатно, по квоте. Здесь, в Национальном научном кардиохирургическом центре, в Нур-Султане, они уже давно стали рутинными. Вот сюда, от аорты, куда мы впоследствии пришьем шунт, он будет передавать кровь к сосуду сердца. Вот поэтому называется аорта-коронарное шунтирование. Суть метода заключается в том, что хирург создает шунт, запасной сосуд, в обход заблокированных для кровотока участков коронарных артерий. В качестве шунта используют пересаженный сосуд из другой части тела пациента. Основная задача – улучшить кровоток. Суженное место вот здесь выше, а мы пришьем вот сюда дальше. То есть в обход суженного места. Поэтому называют байпас. В электрике то же самое. Электрики делают, если где-то переломился провод, они прикручивают до, после, и такой обходной путь передачи электричества. В качестве аорта-коронарных шунтов сегодня хирурги берут артерию из подгрудной клетки и вену из ноги пациента. Иногда берут и лучевую артерию из руки, но чаще вены с ног. Дело в том, что они обычно бывают относительно чистыми, не пораженными атеросклерозом. Кроме того, длиннее и крупнее, чем иные, доступные для взятия. А у нас, оказывается, на ногах вены тоже такие длинные. И ещё тут тоже ювелирная работа. Нужно отделить вот это вот всё, чтобы она какая-то чистая была, да? Да. Потом не было турбулентного кровотока по шунту. Они служат долго. Предпочтение отдаётся артериям. Потому что мы ведь шунтируем артерии, а вена, по сути, она и химический состав крови другой. Он удобен для использования, а для такого перспективного служения артериальные они предпочтительны. Всё зависит ещё и от степени суженности артерии. Называем внутренняя грудная артерия. Это вообще артерия такого золотого стандарта. Она практически не поражается атеросклерозом, и её специально используют на самую главную артерию сердца. Иногда мы обе берём. Их можно выделить и так низвергнуть для сердца и пришить к артериям сердца. Тогда нет никаких разрезов ни на ногах, ни на руках. Мне врали с ноги. Как вы сейчас чувствуете себя? Дискомфорт есть, конечно, я думаю, пройдёт. Пациенты это не ощущают, потому что, если правильно выполнено, то ни мышцы, ничего рядом, лежащие ткани не повреждают, что это ничего не чувствуется. Единственное, да, тянет шов. За эстетическую составляющую после тоже можно не переживать. Особенно на мужских ногах, мне кажется, такие вещи вообще незаметны. Зарастёт и не видно. Судя по тому, что депиляцию они не делают. Главное не пересекать, допустим, если вот здесь разрез, то не надо пересекать линию сгиба. У нас гибия всегда будет потом травмироваться, больнее, дольше заживать. Вообще его называют, вот этот шунт, русским шунтом. Почему русский? Потому что это был такой доктор Колесов, который применил её и опубликовал её именно как для шунтирования, для лечения ишемической болезни сердца. В 1964 году советский хирург осмелился поднять руку на сердце, во что трудно было поверить. Профессор Ленинградского медуниверситета Василий Иванович Колесов оперировал тогда на работающем сердце. Такого до него не делал никто в мире. Тем более, что больное место врач в прямом смысле нащупал руками. Оборудования для диагностики сердечных заболеваний тогда просто не было. Не то что сейчас. Перед операцией пациентам под местной анестезией делают ангиографию. Это золотой стандарт исследования, который позволяет изучить состояние сосуда. Будь то сосуды сердца, ног или головы. Первым этапом коронарографии является прокол кожи и введение через артерию руки или ноги катетера толщиной 2-3 мм. Его проводят до самого сердца. Далее по катетеру вводится рентген-контрастное вещество. Пациенты говорят, что процедура малоприятная. Вот через вот этот длинный-длинный проводник впрыскивается контрастное вещество вот через артерию сердца. Вот это есть артерия сердца, он течёт. Процедура не безобидная. Это рентген-излучение, потому врачей без специальной одежды в операционную не входит. Весит оно, кстати, я вам скажу, прилично. Лучше двумя руками. А, двумя. Да, вот это хирург носит целый день. Это есть саморентген-защита. Подождите, эта хрупкая женщина может на себя надеть? А что она должна надеть? Врач надевает и верх, и низ, и защитывает щитовины железы, и очки. И даже есть специальные вот такие колпачки, но они все просвенцованы, так чтобы меньше радиации получать. Слушайте, а пациент насколько страдает? Нет, это краткосрочно, меньше нескольких минут это выполняется. Будущее, просто когда мы загораем, мы получаем больше радиации, нежели здесь. Вот это, видите, артерия идёт, 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 как песочные часы зауживаются. Дальше опять широко. Это есть так называемая коронарная болезнь. Что нам сделать? Нам за это место нужно пришить сюда новый сосуд, либо в него поставить изнутри такую вот распорку, так чтобы кровоток достаточно шёл. Сегодня будем пришивать. Так вот так, чтобы нам здесь установить метку, и потом точно пришить в этом месте сосуд. Вот здесь то самое сужение, да? Нет, сужение гораздо выше. Вот там скрыто этими сосудами. А сюда мы пришём, и оно в оба русла вверх и вниз потечёт. Такие операции делают почти всегда на остановленном сердце. Вместо него и лёгких за пациента дышит этот аппарат искусственного кровообращения. Но бывает, что по показаниям операцию проводят и на работающем сердце. Это лучше всегда для пациента, восстанавливается он быстрее. Однако требует техника особого мастерства хирурга. Это анекдот даже есть по этому поводу. Когда кардиохирург приезжает к мотористу, и моторист говорит, ну слушай, мы же с тобой братья, ты мотором занимаешься, я мотором занимаюсь. Кардиохирург потом садится в салон, заводит мотор и говорит, а так можешь? А Тимур Лизбеков точно может. Любое агрессивное вмешательство всегда несёт за собой риски. Может случиться и инсульт, ведь хирурги работают на самых крупных сердечных сосудах и артериях, которые питают головной мозг. Здесь ошибиться нельзя. Говоря о разнице между операцией на работающем сердце и в условиях остановленного сердца, в первую очередь это связано с тем, что на работающем сердце она уменьшает риск инсульта. В этом её преимуществе. Это неудобно для хирурга, да. Но для пациента это всегда выигрыш, конечно. Сейчас пациента подключают к аппарату искусственного кровообращения. Тимур Достоевич простукивает конюли, по которым пойдёт кровь, в аппарат и обратно, чтобы там не остался воздух. Потому что воздух в артериях – это риск инсульта. В аппарате, допустим, несколько уровней безопасности. Там датчик, который вот я глазом не вижу, допустим. А датчик там ультразвуковой, он увидит мельчайший воздушный эмбл, и он тут же остановит аппарат. Безопасность кардиооперационная, она пришла из авиационной безопасности. Потому АКШ с использованием искусственного кровообращения пугать не должно. Пациенты, говорят кардиохирурги, переносят такие операции легко. Мы открыли артерию, и в просвете, видите, жёлтая масса. Жёлтая масса – это и есть те самые бляшки, которые засоряют артерии изнутри. Это тот самый холестерин. В подавляющем большинстве случаев кислородный недокорм и блокаду организует атеросклероз. Буквальный перевод этого слова с греческого – затвердение кашица. Кашица – холестерин, связанный с белком жир. Из него и состоит ядро уродующих сосудов холестериновых бляшек. Это приводит к местному воспалению, образуется кровяной тромб, который в любой момент может оторваться. И если где-нибудь в узкой артерии он закупоривает целый кровоток, то происходит катастрофа. Если это произойдёт, например, в мозгу, то у человека будет инсульт. Если в сердце, то будет инфаркт миокарда. Вот то есть, если я такой образ жизни веду, забываю позавтракать, бегу, снимаю, снимаю, там работаю, немножко нервничаю. И потом только в 12 ночи могу вспомнить, что я не ела. Я в риске, в зоне риска? Да. Всё, пошла увольняться. Хотите знать, кто ещё в зоне риска? Да, почти все. Но в первую очередь те, кто имеет отекчённую наследственность. Если у ваших родственников был инфаркт или инсульт, будьте насторожены. Плюс, если есть другие факторы, как то высокодавление, как то избыточный вес, как то сахарный диабет и малоподвижный образ жизни. Вообще вот это так называемый смертельный квартет. То есть всё это ведёт к тому, что всё, что мы едим, оно оседает у нас в сосудах, не тратится. Топка нашего организма должна быть именно на таких вот жирах. Мы же наоборот, съедаем и потом это всё копим. Риск развития болезни у мужчин, кстати, гораздо выше, чем у женщин. Покуда их берегут гормоны женщин. Поэтому разница примерно в 10 лет. Между тем, как начинаются эти симптомы и это заболевание у мужчин, женщины получают эти осложнения лет на 10 позже. Считается, что такие патологии сердцем характерны больше для людей пожилого возраста. Однако сегодня на хирургический стол стали попадать 30, 40 и даже 20-летние молодые люди. И больше всего пациентов с отягчённым поражением сосудов приезжают из Западного Казахстана. Западный Казахстан – очень рисковая зона в Казахстане. Почему? Я думаю, что связано с экологией тоже. Вот Казахстанская область туда, ближе к западу, Актау, Атурал. Оттуда приезжают пациенты с очень отягчённым поражением сосудов. Там другая вода, там совершенно другая пища. Там так стрессово жить. По природе, по климатическому условию. Может быть, не для камеры, но мы даже называем такие сосуды атеробалык. Вот их прям видно, вот когда смотришь, это такие кальцинированные, как булыжная мостовая сосуды, которые потом шить, ну, игл нет таких, чтобы проколоть этот кальций. Интересно, но в этом и заключается парадокс. Ведь нам всегда говорят, возле моря жить прекрасно. Потребление в пищу рыбы каждый день – это полезно. Омега-3 защищает организм. Но выходит, что нет. В Атуралахтане даже пешпармат не на кони не делают. Они делают на рыбе. То есть на омеге, да? Варят тесто. Но они приезжают вот с такими сосудами. Теперь мы будем сюда пришивать новый сосуд. И надо пришить ещё так, чтобы он не касался кровотока. Действительно, достаточно. Вы, наверное, хорошо вышиваете. Никогда не пробовал. Обманываете. После шунтирования всех коронарных артерий постепенно прекращают искусственное кровообращение. Продолжительность операции зависит от её сложности и индивидуальных особенностей пациента. Но чем больше артерий необходимо шунтировать, тем дольше будет литься операция. Как проснётся, мы труп убираем, смотрим, кто у нас, осознаем, всё хорошо, мы их струбируем. В тот же день мы начинаем активизировать. Усаживаем, усаживаем на стол, ставим на ноги. В следующий день переводим в отделение. У этого же пациента после восстановления, когда он выпишется, он уже намного себя, намного лучше почувствует. Болей не будет, с накоплением будет, а дыши такой не будет. И у меня ещё один момент был. Постоянно, я не знаю, сколько лет он уже, у него локти болели. Вот всё перестало. После операции это как рукой с ним. Потому что кровоток, как только запустили, нет причины для боли. Среднестатистический пациент в клинике после такой операции находится всего 5 дней. Так, чтобы они вновь могли вернуться к плаванию, должно прийти не менее полугода. Дань тому, что грудная клетка должна зажить. Полгода вам следует избегать таких тяжёлых физических нагрузок, как то копать, стрелять из ружья, турник, плавать, заниматься огородом. Но после этого возвращается в обычную жизнь. Чем моложе пациент, тем быстрее происходит восстановление. Это вот такая вот история на 5-6 день. Нужно не забывать, что после аортокоронарного шунтирования могут быть и осложнения. Осложнения чаще всего из-за кашля и из-за диабета. Кашель – это в первую очередь следствие курения. Большинство пациентов одной ногой держат дверь, одной рукой курят, а ещё одной рукой свой чемодан держат и заходят в клинику. Вот это плохо. Вот таким пациентам мы стараемся отложить операцию на максимально долгий период, если позволяет состояние на несколько месяцев. Говорят, что такие шунты нужно потом менять каждые 5 лет. Так вот, не всегда. А только если пациент не может попрощаться с вредными привычками. Сделать это трудно, потому пациенты часто возвращаются к хирургам. Но у рецидивов могут быть и другие причины. Это дело может вернуться, если будет прогрессировать это заболевание, то есть закупорка артерии. Ведь мы когда берём свои собственные сосуды, но это свои собственные артерии, в них же также могут развиться эти засорения. Засорения – это жировые бляшки, холестериновые бляшки. Это то, что ты ешь. Ну, теперь какие-то ограничения, да? Да, это диета. Можно опять то же самое всё сделать, опять же всё повторить. Я так понял, можно прямо в один миг всё загадить этими дорожными перекусами. Учёные считают, что наше питание – это фактор номер один в образовании сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, что вредно для наших сосудов и сердца? Первое – это кондитерские изделия. В них есть маргарин, трансжиры и большое содержание сахара. А сахар – это большой вред, избавиться от которого совсем, конечно, не получится, так как сахар присутствует практически во всех продуктах, но минимизировать его потребление желательно. Так же, как и гамбургеры из фастфуда. И все блюда с глубокой прожаркой. Эх, хрустящая куриная курочка, до свидания. Жареное мясо – прощай, всё жареное во фритюре. Ну и колбасы, где находится повышенное содержание соли. Ведь один ломтик ветчины может содержать суточную дозу соли. А повышенное её потребление способствует повышению кровяного давления. Ну а чем выше давление, тем выше вероятность образования тромбов. В Библии было написано, трудом и потом будешь зарабатывать себе на хлеб. Нынешнее поколение понимает по-другому – ешь, пока не вспотеешь. Не переедать, следить за весом, устраивать себе разгрузочные дни на кефирщиках, не допускать нарушения режима приёма пищи, исключить крепкие напитки, кофе, чай. Винок, кстати, полезно, но немного. Бокал перед ужином. Добавить в рацион белки, молочные продукты, рыбку, курицу. Всё слегка отушёное, овощи на пару – да, сложно, по себе знаю. Но это лучше, чем оказаться на хирургическом столе у кардиохирургов или того хуже – у патологоанатомов. Хочу поблагодарить всех белых халатах, начиная от хирургов, кончая медперсоналом. Огромная благодарность. Наш герой говорит, что у него теперь два дня рождения – когда родился и когда откачали в скорой помощи. Благодарит Бога, что не в дороге оказался тогда, ведь работает он дальнобойщиком. Повезло, что дома потерял сознание, а ведь всего этого можно было избежать. В молодости вы понимали, что у вас болячка была, но организм справлялся? Справлялся, всё некогда, забота, работа. И это всё откладывать не стоит. Сосуды забиты всё-таки. Думали, а, возраст там то, всё, за 40, за 50. Оказывается, нет. Это следствие того, что предыдущие лет 15, когда люди не думали о здоровье, а думали о том, где бы заработать и как прокормить семьи, но вот в это переходное время, я думаю, что люди просто забыли о том, что нужно заботиться о себе. Молодость всё переносит. Это сейчас люди пришли к тому, что нужно заботиться о себе и своим примером передавать такое воспитание детям. Потом это может быть исправится. Культура заботы о себе, культуры здоровья, она должна быть. Она должна чуть ли не садик, а из дома воспитываться. Встаньте вот прямо сейчас с дивана и сходите к доктору. Сделайте ЭКГ, УЗИ сердца. Они в основном показывают уже следствие, когда что-то произошло. А вот так, чтобы, как говорится, поймать на фоне болей и сделать ЭКГ, вот это очень редко. Поэтому здесь нужно просто знать эти симптомы, и когда они появляются у определённой категории людей, а именно после 40. Вообще после 40 лет принято считать, что такая лампочка загорается 20% риска сердечных осложнений. Если есть подозрительные симптомы, то тогда нужно копать дальше. Помните, если на УЗИ или ЭКГ у вас ничего подозрительного не нашли, успокаиваться рано. Нужно сделать дополнительный стресс-тест. То есть с нагрузкой, например, дать пациенту побегать на тренажёре со специальными датчиками на сердце. Это уже редкий пациент, да, пойдёт так? Нет, это не только пациент, это ещё и врач должен об этом подумать. Умышленно направить на это, вот, дабы не упустить. Вот кладя руку на сердце, скажу, что спасение утопающих дело рук всё-таки самих утопающих. Так что любите себя, занимайтесь профилактикой, найдите хороших врачей у себя в городе, ну или приезжайте сюда, в Нур-Султан, в Национальный научный кардиохирургический центр. Здесь специалисты точно не ошибутся.